Произошло это года полтора назад. Недалеко от нашего дома есть небольшое старое кладбище. Несмотря на то, что оно старое, похороны там еще проводили. Мы с друзьями любили иногда гулять по нему. Всем нам уже за 20 лет было. Люди взрослые, сознательные. В том году в газетах писали о том, что на этом кладбище за две недели было разрыто две могилы. Причем рыли только относительно свежие, ничего из гробов не крали, на месте преступления никаких улик не оставалось. Первое время там дежурили наряды милиции, нас один раз даже загребли в участок. Пришлось дать доблестным служивым на лапу, чтобы на работу не сообщали. Через полгода кто-то опять начал разрывать могилы. Через пару недель после одного из таких случаев умерла сестра моего близкого друга. Мне было ее очень жаль. Она попала в ужасное ДТП. Еще мне, конечно же, было жаль друга и его родителей. Для них это была страшная утрата. А ведь до ее совершеннолетия оставалось всего полторы недели и брат, а он был художником. Ей уже обещал, что нарисует ее портрет в полный рост в качестве подарка. К моему удивлению, девушку похоронили на том странном кладбище. Я был удивлен таким решением ее брата и родителей. Мы, конечно, с ребятами помогли им, чем смогли. На следующий день после похорон, ближе к ночи, мы собирались, чтобы помянуть девочку. Набрали номер друга, но он не брал трубку. Мы зашли к нему домой, родители сказали, что он ушел пить в местный бар. Бар был недалеко от кладбища, и мы, в общем, не удивились, почему он туда направился. Но когда мы пришли в бар, его и там не оказалось. Большинство из нас осталось там, заказав выпивку. А я вместе с одним у него хорошим знакомым решил сходить на кладбище. Я почему-то был уверен, что брат пошел пьяным в стенку на могилу своей сестры. Так мы пришли на кладбище. Шли тихо, чтобы нас опять не загребли менты. Там, где была могила девушки, я увидел тусклый свет. Выстолить тише. А свет действительно шел со стороны ее могилы. И вот, когда мы вышли из-за зарослей кустарника, то просто отказались верить тому, что увидели. Могила девушки была разрыта. Гроб вскрыт. Тело посажено на стуле рядом с разрытой ямой и освещено фонарем. Спиной к нам сидел ее брат. А перед ним стоял мольберт. И мазок за мазком он рисовал обещанный гей-портрет. Заметив нас, повернулся и только сказал «Дайте мне время до расцвета, пожалуйста, и я сам сдамся милиции». В суде он нес полный бред о том, что настоящее выражение лица человека бывает только после того, как он умирает. И все эти разрытые могилы были его рук деланы. А в качестве доказательства им были показаны портреты покойников, чьи могилы он разрывал. Субтитры создавал DimaTorzok